Музыка Знаете, когда я пришел с армии, это был 77-й год, я до этого получил уже образование, и потом надо было, я женился, и надо было работать, я пошел работать бульдозеристом. И у меня было много профессий, в том числе бульдозерист, и я начал работать бульдозеристом, я три года работал бульдозеристом, и зарабатывал очень неплохие деньги, и знаете, и через год меня рук положили на служение. Вот я примерно год проработал, меня рук положили на служение, в церкви, и я начал сравнивать, вот что для меня легче, работать бульдозеристом или работать с народом Божьим. Я потом подумал, Господи, как ты работаешь с нами? Лучше бульдозеристом. И знаете, я вам скажу откровенно, Я не так уставал на работе, иногда работал по три смены, чтобы заработать деньги, чтобы у меня дети стали рождаться и так далее. И я вдруг понял, что когда я хотя бы несколько дней служил подряд в церкви, вечерами, воскресенье, с народом Божиим, со святыми, с праведниками, с грешниками, я уставал так, если бы я неделю пахал на бульдозере безвылазно. Я так никогда не уставал. И я понял, работать с народом, работать с людьми, это настолько непросто. Кто понимает, о чем я говорю? Поэтому история одного пастора. Был хороший пастор, труженик, молитвенник, трудился, работал с народом Божиим, уставал так, просто уставал, приходил домой, никакой ложился. И дьявол увидел, как он работает с народом Божиим. Насколько он успешный, и тогда дьявол решил его поискушать. Кого он скушал, когда-нибудь дьявол? Кто вообще видел ангелов Божиих? Поднимите руку, живых ангелов Божиих. Они духи, я понимаю, но тем не менее, вдруг раз так явилось, ангел Божий. Ну, в сновидении, там, не знаю, в откровении, в чем-то еще, в видении. Или, может, воочию ты увидел ангела Божия. Они иногда себя являют, но, правда, в иных образах, да. А кто когда-нибудь видел демонов, простите меня за это слово? Демонов? Что, никого никогда не скушали демоны? Никогда не скушали? Знаете, у меня много раз было в жизни. Вот так придешь, усталый, вот ляжешь спать уже, и вдруг раз там чувствуешь, что-то такое прямо такое вот приходит, понимая, что не Бог. И знаете, вот вдруг он однажды пришел, усталый, после целых каких-то больших конференций, он там служил, устал, он пришел домой, пришел в свою комнату, закрыл свою дверь, и лег спать, и вдруг чувствует, пришли, пришли, пришли товарищи, которые нам не товарищи, пять штук сразу демонов. И он чувствует их, чувствует их, чувствует. И он понимает, что нужно что-то делать, но он усталый, и он говорит, мне не до вас, и уснул. Вторая ночь повторялась, третья ночь повторялась, и он понял, что он тоже приходил усталый, никакой, и он понимает, что вот как-то, и вдруг он говорит, Господи, что мне с ними делать, это что за традиция? Я прихожу, с дела Божьего, вдруг заходят эти товарищи, духи, понимаете, да, кто понимает, что это духи, да, заходят, что мне с ними делать? Бог говорит, я сейчас тебе подскажу. Кто знает, что кровь Иисуса Христа очень хороший такой скрепляющий цемент нашего здания веры? Помните, увижу кровь, и ангел смерти пройдет мимо вас. Кто помнит десятую казнь египетскую? И вы знаете, друзья мои, и Господь ему говорит, призови кровь на эти стены, на эти окна в твоей комнате, на пол, на двери, на потолок, в общем, на все, но не снаружи, а снутри. Он говорит, Господи, это очень интересно. Сразу проснулся, естественно. Он говорит, призываю кровь Иисуса Христа, запечатай все эти окна, двери и прочее, прочее. И почувствовал, раз, все запечаталось. Вдруг он понял, что внутри остались эти пять. Он говорит, Господи, а что делать дальше-то? Бог говорит, смотри, у тебя стоит магнитофон, там есть клопочка play. Кто знает, сколько play, то есть включить. И там у него стоят диски с прославлением, мощным церковным прославлением. Включи. Он включил, открыл духовные глаза, поклоняется, сам молится. А эти нехорошие духи катаются по полу, они вопят, они кричат. Кончилось 45 минут, прошла запись, он говорит, включи еще раз, Господь говорит. Он включил еще раз, они опять катались, а он поклонялся, прославлял. Потом говорит, Бог любит троицу, включи еще раз, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Он еще раз включил, и уже чувствует, что эти все... И теперь говорит, открой дверь и скажи, вон! Они больше тебе никогда не придут. И говорит, до конца дней моих больше я их никогда не видел. Слава Богу! Теперь мы знаем, как бороться. Поклонение, прославление, молитвы, кровь Иисуса Христа. Это наши строительные материалы. Посчитай все издержки. Если в твоих строительных материалах нет крови Иисуса Христа, нет его, нет его любви, нет его смирения, нет Духа Святого. Друзья мои, мы ничего не построим. Все, что будем строить, оно будет все рушиться. Это правда на самом деле. Но вы знаете, я очень благодарен Богу за этот пример. За этот чудный, прекрасный пример. Я хочу быть совместимым с моим Господом. Я хочу, чтобы то, что Господь... Если мне много раз Господь говорит, слушай, у нас с тобой пропадает совместимость. Я говорю, Боже, Боже, говори моему сердцу. Пусть твое слово проникает в мой дух. Пусть твое слово проникает в мой разум. Что я понимал, что я должен поменяться. Ты не будешь меняться. Я должен поменяться. И много раз в моей жизни Господь меня изменял. Я очень благодарен моему Господу, что Он такой чудный, прекрасный. Я не хочу находиться там, где Бог не говорит ко мне. Я не хочу находиться там, где Бог не обличает меня. Я хочу быть там, где Бог обличает меня. Слышите, да? Я хочу там, потому что пока Он говорит ко мне, пока Он обличает меня, пока Он ведет меня, я знаю, что я Ему нужен. Но как только Его голос прекратится в моей жизни, это тревожный сигнал. Это уже не колокольчик, а колокол. Значит, уже я становлюсь Ему безразличен. Значит, я не способен меняться. Для меня это принципиально важно. Я хочу быть там, где Он меня утешает, где Он меня исцеляет, где Он меня обличает. Мне иногда бывает не по себе, когда Он меня обличает, но потом мне очень даже по себе. Когда Он меня обличил, я исповедовался, я покаялся, я сказал, Господи, я хочу быть с Тобой совместимой. Я хочу, чтобы кровью Агнца было помазано все в моей жизни. Я хочу ходить наполненным Духом Святым. Я не хочу больше грешить. Я хочу, чтобы моя совесть меня не обличала, потому что моя совесть чиста пред Господом. Потому что когда совесть меня не обличает, то это уже отступление от истины. Это означает, я не строю свою башню. Это означает, я забросил строительство. Это означает, у меня пришли проблемы. Потому что то, что я не заканчиваю, это начало моего отступления. Бог сказал, чтобы те, когда ты начнешь строить, если ты не посчитал издержки и не продолжил строительство, а закончишь недостроенным, чтобы над тобою все не смеялись. Я очень хочу, чтобы надо мной не смеялись. Знаете, как Бог нас строит? Кто знает, как Бог нас строит? У Бога есть архитекторы. Кто знает, что Бог их архитекторы? Иисус Христос рисует наш образ. Мы все такие, знаете, твердокаменные. Кто-то из гранита сделан, кто-то из мрамора. Мы такие все, знаете, такие вот неподатливые, не очень мягкие. Иисус Христос рисует на камне, из которого архитектор. Что делает архитектор с камнем? Как вы думаете? Он убирает все лишнее. Он убирает все лишнее. И вдруг прекрасная скульптура, прекрасная скульптура. Все восторгаются. А если бы видели это камень огромный, из которого высек скульптор эту красоту, нам бы камень не понравился. Скульптор он высекает из камня, убирая все лишнее. У нас достаточно лишнего. Я очень хочу, чтобы мы были совместимы с нашим Господом. Я очень хочу. И знаете, однажды один человек говорит, Бог, ну сколько у меня испытаний, искушений. И там как-то вот не так. И здесь меня искушают. И здесь у меня проблема. Бог, что ты со мной делаешь? Господь говорит, хорошо, я тебе покажу, что я с тобой делаю. Он засыпает, этот прекрасный Божий человек, христианин. Ему снится сон, он видит престол Божий, Сын Божий, берет камень хороший, на нем рисует образ хорошего христианина. И подходит трое, трое, подходят, в кепышонах, скульпторы, берут, что там они, чем высекают? Инструмент, зубильца, или какие там у них инструменты. И начинают высекать, 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 и высекли так красиво. Слово высечу, у нас хорошее слово высечь. Вот так высекли, красиво сразу все стало, такой образ. И Бог говорит христианин, нравится? Будет, нравится. А ты хочешь посмотреть на архитекторов, вне на скульпторов, которые все это делали? Он говорит, да, не в принципе, ну можно, конечно. Он говорит, поднимите капюшоны. Эти скульпторы поднимают капюшоны, и он видит троих, которые на протяжении многих лет его критикуют, преследуют, обличают, на протяжении многих лет. Он говорит, Бог, это мои архитекторы? Скульпторы? Нет, архитектор, он говорит, я, они скульпторы. Я нарисовал, они высекают. И будут до сих пор высекать, пока у тебя появятся, будут еще лишние кусочки в твоей скульптуре. Скажи славу Господу. У кого есть хотя бы один скульптор, который из тебя все высекает, или два, который учит тебя кротости, формирует в тебя смирение, доверие Богу, послушайте, я благодарю моего Господа, что рядом всегда есть такие скульпторы, которые высекают из нас, и они работают. Знаете, помните, как один человек хулил Давида, и ругал его, и бросал в него пыль, и бросал в него камни, кто помнит это, да? И там написано в Священном Писании, друзья, Давида говорит, мы сейчас с ним разберемся, он говорит, нет, потому что Бог повелел ему, потому что Бог повелел ему, потому что Бог из меня высекает того Давида, который будет всегда угождать Господу, того Давида, который достроит свою башню, и вместе с апостолом Павлом скажет, я веру сохранил, течение совершил, и ныне мне уготован венец вечной жизни. Вы знаете, я очень говорю Господа, что рядом с нами, если мы незаконные дети, то Бог нас уже не обличает, но если мы законные дети, то Бог нас будет обличать. Вы знаете, как хорошо, когда у нас есть покаяние. Вы знаете, когда строишь башню, у тебя должно быть покаяние. Всегда должно быть чувство покаяния, всегда, всегда. Давайте вспомним одну прекрасную главу, она мне очень нравится, 15 главу Евангелия от Луки, вот 14 написано о том, что мы должны строить башню, и помните, мы там, как мы должны защищать наших жен, детей, родителей, написано, кто ради меня не возненавидит их, если ты любишь кого-то больше, чем меня, Христос говорит. А знаете, что такое, помните, мы говорили в то воскресенье, потому что, если я что-то люблю в этой жизни больше Христа, то дьявол будет поражать это. И когда я говорю, послушай, дьявол, я люблю Иисуса Христа больше, чем все в этой жизни, тогда мы лишаем дьявола возможности поражать наших близких, искушать нас через наших близких, послушайте, тогда истинная, Божья любовь будет в нашем сердце, когда мы говорим, Иисус, я люблю тебя больше, чем всего, я этим самым защищаю своих близких, любимых и родных. Понимаете, о чем идет речь? Вот как понимается это место священописания, ее духовное толкование. Кто хочет быть Божьим бриллиантом? Бриллиантом. Вы знаете, в 15 главе написано о блудном сыне. Притч о блудном сыне. Мы сейчас ее чуть-чуть коснемся только. А кто знает, кто видел бриллиант? Поднимите, кто видел бриллиант? Бриллиант. Ну, кто-нибудь был, может быть, в Якутии, например, в Якутии, или где-нибудь в магазинах, в магазинах, в ломбардах продают бриллианты. Кто-кто, когда-нибудь бриллиант бросал в грязь, да, обычно их прячут там бриллианты в грязи, чтобы никто не украл. Но бриллиант, упавший в грязь, все равно остается бриллиантом. Скажи, аминь. Куда бы меня дьявол не кинул, что бы он со мной не делал, я все равно остаюсь бриллиантом. А пыль, поднявшись иногда до небес в своей гордыне, так и останется всегда пылью. Кто понимает, о чем здесь написано? Пыль всегда будет пылью. Куда бы ты ее, она останется пылью, а бриллиант, даже кинь его в грязь, куда бы ты ни кинул его, чтобы он все равно останется бриллиантом. Послушайте, мы бриллианты Божьи, мы строим наше здание, нашу башню из хороших камней, из хорошего золота, из хороших бриллиантов. А чтобы стать бриллиантом, мы должны пройти через такое давление, через такие испытания, через, слушайте, слава Богу, скажи Господь, я так благодарен Тебе, что Ты формируешь меня бриллиантом. Знаете, что бывают стрессы? Стрессы. У кого бывают стрессы? Депрессии, стресс. Мне очень нравится, как сказал один человек, стресс появляется от того, что вы, зная, как поступить, правильно делаете наоборот. От этого появляется стресс. Не спорь с Богом. Хочешь быть с Ним совместим? Совместись. Но не на твоих условиях, но на условиях Божьих. Знаете, такое сила? Еще один человек сказал, интересно, силен не тот, кто может себе много позволить, а тот, кто может от многого отказаться. Вот это сильный человек. Это сильный человек. Слушайте, теперь давайте посмотрим эту прекрасную притчу Иисуса Христа о блудном сыне. У некоторого человека было два сына. Вы помните, младший из них сказал, отче, дай мне следующую часть имения, отец разделил их имение. Заметьте, отец даже не стал с ним спорить. Мы бы с ним спорили, доказывали только после моей смерти. Он скажет, хорошо, ускорим. Сейчас современные дети. Поэтому лучше не спорить. Если ребенок говорит, отдай мне часть имения, отдай часть имения, в чем проблема? Есть проблема? Отец говорит, у меня никакого умения нет, поэтому отдавать ничего не буду. Слушай, у тебя все есть, есть что отдать сыну. По прошествии многих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну, все раскутил, распутно гулял, прожил все, начался великий голод, он начал нуждаться, пришел к одному жителю той страны, там у него были свиньи, он там с ними ел и так далее, и так далее. И потом, преждя в себя, мне это нравится, придя в себя, что такое придя в себя, это человек встал на путь покаяния. Давид встал на путь покаяния, Петр встал на путь покаяния, Павел встал на путь покаяния, каждый из нас однажды встал на путь покаяния, называется прийти в себя и начать строить эту башню. Придя в себя, здесь написано, сказал, пойду к отцу моему, хотя ты у него все уже забрал. Вы знаете, я вам скажу одну тайну, нашего небесного отца, даже если он дал тебе твою часть и твое имение, у него еще много того, что он может тебе дать. Послушайте, даже если он скажет тебе, слушай, просто вернись, просто будь у меня, я дам тебе перстень, я дам тебе одежду, я закачу пир хороший. Послушайте, даже если он тебе вот ту часть ты уже прокутил, да ничего страшного, живи своим отцом. Это, ну это круто на самом деле. Здесь написано, он сказал, пойду, скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобой. Смотрите, когда мы что-то требуем неправильно, когда мы вот в этой вот правильно здесь стресс появляется от того, что мы делаем наоборот. Вот это вот сила наша в том, что мы делаем в согласии с Богом. Вот в этом наша сила, да? И когда мы делаем наоборот, мы все теряем, мы все теряем, мы разрушаем то, что мы строили, то, что Бог строил. Но послушайте, он говорит, я вернусь, я уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. И пошел, встал к отцу. Когда он еще был далеко, отец, увидев его, сжалился над ним, побежал и пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба, пред тобой уже не достоин называться сыном твоим. Отец сказал рабам своим, принесите лучше одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Слушайте, мне приятно быть с Богом. Я с Ним всегда в радости. Я знаю, что если я не в радости, Бог говорит, послушай, я меняться не буду, ты будешь меняться. И мне приходится меняться. И даже кто-то скажет, у меня кошки скребут на душе. Послушай, я уже про демонов рассказал. Ты знаешь, что с кошками делать? Кровь Христа, прославление, молитва, и кошки, потом откроешь дверь и скажешь, кошки, кто понимает, о чем здесь я говорю сейчас? Слушайте, мне так нравится, мне так нравится говорить о Слове Божьем. Послушайте, потому что Бог, Он не только альфа и омега, Он и начало, и конец. И Он, начавший в нас доброе дело, доведет Его до конца. Послушайте, мы Его дети, а если мы Его дети, у нас тоже есть альфа, то есть начало, есть конец. Мы тоже можем подражать нашему Господу и доводить всякое дело в своей жизни до конца. Знаете, очень много людей, которые придут в одно служение, им что-то там не понравилось, их там не так приняли, не так посадили, не так привечали, не так почтили. И тогда некоторые говорят, я ухожу от вас, я тут начал строить с вами, ну я бросаю свое строение и ухожу от вас. И Он приходит в другое место, Он приходит в другое служение. Послушайте, и тогда Он привносит вот это разрушение своего духа, горечь своего сердца, Он приносит свои нереализованные амбиции, и Он приносит в новое служение, и Он туда, и там такой запах начинается от всего этого, что люди затыкают нос и говорят, прекрати, ты чем пришел? Нужно разобраться с тем, что было у тебя. Нужно довершить незаконченное. Даже если ты не будешь строить в этом служение, я не вижу проблем перейти в другое служение, но не привноси свою недостроенность, свою безбашенность, свои эти запахи из того, что ты не закончил, из того, что у тебя там все разрушилось, и ты на всех говоришь, все виноваты, кроме меня. Послушайте, если кто-то виноват, я сам виноват, что я не хотел совместить себя с Богом. Не хотел. Я не хотел довести до конца дела. Иисус Христос, Его в этом мире встретили не очень хорошо, в Ефреме. Ирод убил тысячи младенцев, желая убить Иисуса Христа. Потом они бежали в Египет, потом началось служение, потом Он проповедовал, от Него уходили по семье с учеников сразу, кто помнит Его служение, приходила мама Его и братья и сестры, говорили, Он безумен, послушайте, Он все прошел. И потом от Него отрекались ученики, Его предавали собственные ученики. Послушайте, в Гессиманию Он плакал и говорил, впрочем, я прошу тебя, Отец, чтобы эта чаша прошла мимо меня, не как я хочу, как хочешь ты, как хочешь ты. Если ты хочешь быть бриллиантом, тебя можно кинуть в грязь, на Голгофу, неважно куда, в Гессиманию, предать тебя. послушайте, тебя где-то что-то не устраивает, тебя, кто-то тебя, вы знаете, оскорбляет и поносит, ты продолжай строить, продолжай строить, как легко сойти с пути. Я расскажу в этой проповеди о человеке, которого знает, наверное, весь мир. Это известный голливудский актер, сервесер Сталлоне, кто смотрел с его участием Рокки, один, два, три, пять, там все такое и прочее. Вы знаете, может быть, не все знают его историю, что он родился в очень набожной семье. Правда, мама его занималась, мама занималась астрологией, помимо того, что ходила в церковь. Ходила в церковь с утра, в воскресенье, вечером, как астролог, принимала людей. Вот. Она такая была интересная. Его рождение было связано с несколькими ослаждениями. Когда он родился, акушерка, которая принимала роды, и там нужно что-то перерезать, где-то чего-то, она случайно перерезла ему неправильно один нерв. И поэтому на всю его жизнь, ему недавно исполнилось 70 лет. 70 лет. Сталлоне 70. Послушайте, она перерезла один нерв неправильно. Я думаю, там может быть Бог, где, знаете, вот, 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 я всегда за всем вижу Бога. Я не вижу дьявола, я всегда вижу Бога. И поэтому его лицо на всю его оставшуюся жизнь, некоторые мышцы оказались парализованы. И у него появился некий такой дикий взгляд, который стал потом его сценическим образом и немножко невнятная речь. Если вы услышали Сталлоне в оригинале, он говорит невнятно, потому что у него частично мышцы парализованы. Но это не мешало ему стать величайшим актером. Вы знаете, и когда ему было 10 лет, его родители развелись. Мало того, что ему нерв перерезали, в 10 лет его родители развелись, потом он стал из-за этого плохо учиться в школе, потом его выселяют из дома, потом он стал жить на автовокзале, и тогда ему пригласили на роль за 200 долларов в одном порнографическом фильме. И у меня был выбор, потом он скажет, сниматься в этом фильме или идти кого-нибудь грабить. Я был в отчаянии, я был в очень отчаянном положении. Он потом получил несколько ролей, пока не предложили ему сыграть роки. И вы знаете, из отбросов общества этот парень превратился, он не похож на блудного сына в том понимании, тот потерял все. А этот человек, пройдя через всю грязь, всю грязь, он приобрел самую большую известность, он стал мультимиллионером. Из отбросов общества этот парень превратился в одного из самых успешных голливудских актеров. Внезапная слава, богатство принесли ему кучу новых искушений, все подумали, денег. Внезапно он получил ключи от царства сказок. Прошло много искушений, и я начал, он говорит, верить в свою славу. Без сомнения, я сбился с пути, и я признаю это. Он был трижды женат. И по словам Сталлоне, когда ему приближалось 70-летний юбилей, я понял наконец, нужно остановиться, нужно вернуться к главным вещам, перестать самому контролировать свою жизнь и позволить Богу сделать это. Несмотря на противное христианство голливудское окружение, Сталлоне смело говорит о своей вере в Иисуса Христа. Он всегда теперь излучает энтузиазм, когда речь идет о посещении церкви. Чем больше я хожу в церковь, тем больше вовлекаю себя в процесс хождения с Иисусом Христом. Тем больше слушаю Его Слово, и Он ведет меня за руку. Тем больше я ощущаю, что давление извне ослабевает. Церковь это спортзал для моей души. Вы не можете сами себя тренировать, вам нужно где-то брать знания, опыт, необходимо чье-то мудрое, старшее руководство. И Он говорит о том, что моя история веры, честность и побед, Иисус является источником моей силы для каждого, кто хочет преодолеть этот марафон жизни. Я, мой любимый герой, это Давид, который победил Гелиафа. Был никем, ничем, поднялся из грязи, но победил Гелиафа. Это мой герой. Вы знаете, я очень благодарен Богу, сегодня что-то там творится в Голливуде, после всех вот этих там каких-то голливудских штучек, огромное количество сегодня известных людей возвращается в церковь, идет к Богу. Блудный Сын в нищете пришел этот в супербогатстве и в суперславе. Я очень хочу, вы знаете, мы продолжаем строить наши башни. Я хочу, чтобы мы их построили. В следующее воскресенье, ну, вернее так, в следующее служение, когда я буду, я буду говорить на важную тему продолжения этой проповеди. Как нам строить? Вы знаете, в каждом строительстве есть этапы строительства, кто об этом знает? У Иереми написано, поставь себе путевые столбы, обрати свой взор на дорогу и знаки поставь, пройди определенный путь. Как вы думаете, за сколько дней Бог сотворил этот мир? За шесть, ну, вместе с человеком шесть. Мог он его сотворить за один? Мог. Почему-то шесть. И каждый день своего творения Бог говорил, хорошо, и нагрел весьма хорошо. Вы знаете, он творил и говорил, хорошо, весьма хорошо творил. Вы знаете, мы не можем построить свою жизнь за один день, за один месяц. Мы не можем построить башню свою пред Господом за один день, за один месяц, за одну неделю, за один год. Это дело всей нашей жизни. Павел только в конце сказал, я веру свою сохранил, течение совершил, и ныне мне приготовлен венец вечной жизни. Я продолжу эту проповедь в следующий раз, когда я буду проповедовать в церкви. Я очень хочу, драгоценные мои, чтобы мы знали этот божественный аромат, как он хочет, чтобы мы были совместимы с ним. Я хочу, чтобы мы знали силу его крови. Я хочу, чтобы мы пользовались его кровью всегда, чтобы Дух Святой вразумлял нас, наставлял, чтобы Слово его ввело нас, чтобы мы строили эти божественные башни. Вы знаете, если я построю за один день все, что мне предназначил всю свою жизнь строить, то я должен сказать, на следующий день возьми меня, я готов. Поэтому он растянул на всю мою жизнь. Это чудесное строительство. Строить свою башню. Я встаю на свою башню и общаюсь с моим Господом, кто скажет аминь. Я очень хочу, чтобы сегодняшнее слово накоснулось каждого. Можно еще раз прослушать эту проповедь на сайте нашей церкви. Я также благословляю всех, кто присоединился нам в процессе этого служения, в режиме онлайн, в интернете, на мегапортале Invictory и на спутниковом телеканале ТБН. А это сотни, сотни тысяч людей. Я очень благодарен, что слово Божие продолжает звучать, что оно достигает сердца людей. Я очень благодарен. Скажи соседу, я строю свою башню. Я строю свою башню. Я не могу построить башню другого. Я не могу построить даже башню моей жены, моего мужа. Я не могу построить башню моих детей. Я не могу построить башню моих родителей. Я строю свою башню. Знаете почему? Потому что написано, когда придет Иисус Христос, двое будут на поле, помните? Один берется, другой оставляется. Они двое, они вместе. Двое будут в постели, один берется, другой оставляется. Я не могу построить жизнь чужого человека, я строю свою жизнь. Я благоставляю другого человека, я душу его своей любовью, в хорошем смысле слова, конечно. Я его благоставляю, я его люблю, я все делаю, чтобы он смог построить, чтобы я не мешал его ему строить. Чтобы когда он придет, Господу скажет, вот этот человек мешал мне строить. Но об этом поговорим в следующий раз. Да благословит всех нас Господь. Давайте встанем перед нашим Господом, поблагодарим его за все.